Мир вам, братья и сестры! И действительно, тема смерти сейчас более актуальна, чем раньше. Раньше смерть ходила по определенным законам. Каким законам? Это старость. Это законно, да. Человека хоронят 84-75. Второй момент – это болезнь. Это тоже как бы обычное дело. Онкология, там есть болезни, которые могут человека убить. И третий – это несчастный случай. Это катастрофы какие-то, автомобильные, еще какие-то. На работе там бывает, люди умирают. Сейчас все пошло по другим законам. Сейчас смерть другого рода мы видим. Принудительную. Беззаконную. Мы видим, что эта смерть другого порядка. Она жестокая. Она полна злобы и ненависти. Она приносит больше горя, чем остальные виды ее деятельности. И, конечно же, братья и сестры. Мы сами сталкиваемся с этим. И сейчас вот наш брат погиб на войне. И мы опять сталкиваемся с тем, что нам трудно, нам прискорбно. Куча плача. Куча плача. Куча горя. Ну, это другой порядок смерти. Беззаконный. Беззаконный, беспринципный. Если раньше смерть была как бы результатом грехопадения. Необычным человек умер в старости. Она и сейчас результат грехопадения. Просто это более жестокий результат. Это деятельность проклятого сердца грешника. Проклятого. Это Каиновы дети. Написано, Каин убил Авеля, потому что был от дьявола, братья и сестры. От дьявола. Он убил брата из зависти. Так убили Христа фарисеи. Даже Пилат увидел, что они убили его из зависти. Это результат проклятого сердца. Проклятого. Безбожного сердца. Которое готово уничтожать себе подобных. Людей, созданных по образу и подобию Божьему. И, конечно же, никто не ждал, что мы с таким столкнемся. И мы понимаем, что люди на той стороне тоже столкнулись с этим. Ничего там... Никакой патриотизм, никакая промывка мозга не заменит дома мужа, сына, отца. Не заменит. И когда мы видим такой вид смерти, конечно же, мы в скорби. И мы в печали. И похороны – это не совсем то, что мы хотели этим людям. Но. Есть но. И это но в первом послании фессалоникийцам, где апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит такие слова. Мы прочитаем. Это первое послание фессалоникийцам. Апостола Павла. С 4 глава 13 стиха. Он пишет такие слова. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели». Как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках сретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». И он говорит, «Итак, утешайте друг друга семи словами». Павел поднимает веру людей выше смерти. Он показывает, что верующий – это наследник такого порядка, которого даже смерть не тревожит. и он говорит, «Не хочу оставить вас об умерших». Да, когда это происходит, для нас это потеря. Особенно, когда это близкие люди, родные. Мы не сможем равнодушно к этому отнестись. Но он говорит, «Не скорбите». «Не скорбите». И он показывает причины, по которым мы не должны убиваться и скорбеть. Есть причины, и эти причины очень веские, весомые. Потому что в сердце верующих есть то, что приобрел Христос. А он приобрел намного больше, чем эта земная, прискорбная, грешная, жестокая и проклятая жизнь. Он приобрел намного больше. Он царь иного порядка, и поэтому Павел, опираясь на эти вещи, говорит, «Не скорбите». «Не скорбите». Как прочие. Он показывает, что верующие отделены от прочих. Мы отделены от людей, у которых нет надежды, братья с нами. Нет надежды. Надежда, которая предлагается в Евангелии, она выше смерти, она не здесь находится. Бог не пообещал вам богатства. Бог не дал вам суперздоровья. Поэтому в больнице вам задают вопросы. «Если ты верующий, почему ты здесь?» Бог сказал, что будет все. Будет страдания, будут скорби. Но Бог сказал, что верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную и на суд не приходят. Вот что Бог сказал. И эта надежда куплена Христом. Поэтому мы разделяем заповедь. Мы свидетельствуем, что эта надежда не от нас. Мы этим свидетельствуем, что мы свято верим в то, что Иисус умер за наши грехи. И, чтобы мы имели надежду, чтобы мы знали, что когда святой Бог обратит свой могущественный взор на эту землю, все придет в трепет. Все будет осуждено от первого до последнего греха. Все убийства, все будет взысканно. Об этом говорил Христос. Бог взыщет кровь праведников от Авеля до Захарии, которого убили в храме. Это такое кощунство. И поэтому, когда мы смотрим на это все, братья и сестры, когда нам тяжело, когда мы знали людей, мы прожили с ними жизнь, мы должны понимать, что у нас надежда другого порядка. Мы должны понимать, что верующий имеет такую надежду, которую не отбирает даже смерть. Говорят, надежда умирает последней. Заявляю официально. Надежда, дарованная во Христе, не умирает. Никогда. Даже со смертью. Надежда, которую дарит Христос, она выше земного порядка, потому что ее дает сам Творец. Тот, кто сотворил мир, и тот, за счет кого мы живем и движемся, и существуем. И поэтому Павел говорит, есть и прочие люди, им надо убиваться. Когда человек неверующий умирает, там надо убиваться, потому что человек, мало того, что прожил греховную жизнь, он погружается в ад. Потому что он не знает Евангелие, он не прощен, он неверующий. Написано, неверующий в Сына уже осужден. Бог согласно своей святости и своей природе принес жертву, соответствующую только Ему, которая может удовлетворить Его. Только это может удовлетворить Его требования. Абсолютная святость Христа, абсолютная жизнь, посвященная Богу, полное отсутствие даже намека на грех. Христос в конце своей жизни заявил, вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Представьте. Бог положил Сына, и люди, которые отвергают Его, не имеют надежды. Вы можете иметь ложную надежду, вы можете надеяться на свое добро, которое бы вы якобы сделали, оказали бедным и там помогали, но написано, это не оправдывает грехи. Вы не перестаете быть грешными перед Богом, даже делая добро. Тем более, что неверующие люди обычно делают добро из своих меркантильных интересов или для тщеславия, как хотите. Поэтому можно иметь ложную надежду, можно думать, что Бог меня простит, но закон так не учит. Написано, закон говорит так, что весь мир становится виновен перед Богом. Весь мир. И заграждаются всякие уста. Все, кто открывает уста и думает, что они оправданы, все, кто выражает надежду, закон закроет всем уста. И поэтому, когда он говорит о том, чтобы мы не скорбели, он делит людей на две категории. Это люди, находящиеся в церкви, к которым Павел обращается и говорит, не скорбите, не скорбите. Этим оскорбляется надежда, данная Богом. Вы понимаете? Это маловерие наше. Мы привыкли к земному, мы слабы в этом. Он говорит, не скорбите, как они. Вам нельзя этого делать, по сути. Потому что у вас такая надежда, вы будете на небесах со Христом, с Богом вечно. Да, радоваться как-то неприлично, да? Да. Ну и скорбеть, оскорбить. Потому что Бог положил Сына, чтобы ты имел надежду. Чтобы ты надеялся до конца, потому что надежда не постыжает. Человек, надеющийся на Христа и на Бога, никогда не останется в стыде. Написано, отцы наши в книге Псалтырь уповали на Господа и не оставались в стыде. Придет время, братья и сестры, когда надежда, дарованная по вере, надежда, которая многим кажется глупостью, Бог приведет и осуществит эту надежду. И тогда люди будут шокированы. И он говорит, не скорбите, не надо, у вас такая надежда. Человек верующий погиб или умер. Да, тяжело, да, неприятно. Он говорит, не надо. Конечно, мы не Павлы. Мы не были там. Мы не можем сказать, как он, я желаю выйти из тела. Мы не можем так сказать. Мы не настолько сильны духовно. Но для этого есть причины. Он говорит, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то Ему, умерших с Ним, Бог приведет с Ним. Умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Первая причина, почему мы не скорбим, потому что мы верим. Мы верим. Вера – это такая духовная убежденность, братья и сестры. Она очень мудра. Она так Богом сделана, что ты даже иногда объяснить не можешь, как оно работает. Но он говорит, ибо если мы веруем, если мы верим в это, если мы верим Божьему Слову, встает вопрос для всех, и для членов церкви, и для гостей, веришь ты в это или нет? Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то веруем, что Бог приведет с Ним умерших. Мы верим, что Иисус не только спаситель, мы верим, что Иисус творец всего. Творец. Мы не верим в бредовые идеи, научные заключения, которые иногда настолько неаргументированы и глупы, что на них даже стыдно смотреть. Истории с обезьянами, миллионами лет, ему всего сорок, он про миллионы какие-то заявляет. Поэтому, братья и сестры, причина того, что мы сдерживаем или подавляем свою скорбь, это наша вера в то, что умершие во Христе живы. Павел говорит, что в теле мы устранены от Господа. Мы будем это читать. Он говорит во 2 Коринфянам, 5 глава 6-9 стих, «Итак, мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что во дворяясь в теле, мы устранены от Господа. Отделены. Тело отделяет нас от Бога. Ибо мы ходим верою, а не видением». Бога нельзя увидеть этими механизмами, братья и сестры, которые сделаны Богом. Бог превышает наши способности и умственные, и умозрительные, и душевные, и тому подобные. Он говорит, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Они думают, что тело – это жизнь, потому что они не знают Бога. Они заявляют, что два куба сверху, и на этом конец, потому что их душа в плену тела, она не духовная. Павел говорит, что мы желаем выйти из тела и водвориться у Господа. И он говорит, почему? И водвориться у Господа. Смотрите, к чему он призывает. И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя ли, быть ему угодным. Надежда, она не только утешает, она стимулирует жизнь. Заметьте, человек, который имеет крепкую надежду и твердую убежденность в том, что он идет в Божье Царство, он прилагает максимум стараний для того, чтобы живя ли, выходя ли из тела, быть угодным Богу. Потому что я не знаю, когда это будет. Я не могу сам выйти из тела. Я не могу. Он говорит, что мы желаем, потому что мы знаем, что там. Но я сам не выхожу из тела, братья. Могут быть разные причины. Мы их перечислили, как смерть работает. Но он говорит, что мы ходим верою. Причина нашего утешения, причина нашего смирения перед Богом в любых обстоятельствах это наша вера. Бог использует иногда обстоятельства в жизни для того, чтобы поднять веру, поднять веру на новый уровень, вывести человека Божьего на то, чтобы он жил надеждой. Не напрасно ведь написано. о горне помышляйте, а не о земном. Где Христос одесную Бога, об этом мысль. Где слава, где царство, где конечная цель всего, тут конец кладбище. А конец мира всего, это огонь вечный. Все растворится в атомном распаде, братья. так же, как все было сотворено из ничего, все растворится в атомном распаде. Так же, как сотворено, так будет и растворено. Но Бог обещает нечто большее. И, конечно же, причина нашего утешения в любых обстоятельствах это вера. Это вера, что Иисус умеет. это факт. Это исторический факт, который мы в 2023 году от Рождества Христова, братья. От Рождества Христова. Это факт. И мы, опираясь на этот факт, верим, что умершие во Христе придут с Ним. Потом мы об этом тоже написано. И во 2 Коринфянам 4 глава 13-14 стих написано «Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами». Воскресивший Господа Иисуса. Неужели мы считаем, что для Творца, который сотворил человека просто из земли, из праха, вдунул туда дыхание жизни, мудро, как сотворил. Неужели мы думаем, что воскресение какая-то проблема вообще? Весь Новый Завет пронизан воскресением. Мы в руках Всевышнего Бога и то, что нам кажется невероятным, для Бога абсолютная мелочь. Разум Его не следим. Книга Иова просто воспевает Бога. Могущество в правой руке Его Бог велик, братец. Когда такие вещи проповедуешь, ты ощущаешь, насколько слабо ты, слаб ты просто. Ты просто духовно слабый человек, который перед величием Бога не способен ни на что. И это первое, что Он говорит, что в этих обстоятельствах, когда кто-то у нас уходит или покидает нас, вера это первое утешение. Мы верим, что люди, принявшие Христа, уверовавшие и покаявшиеся, и свидетельствовавшие своей жизнью, они будут с Богом. Они будут с Богом. И дальше вторая причина это Слово Божие, братья и сестры. Это Слово Божие. Он говорит, ибо сие говорим вам Словом Божьим. Я не знаю, это была бы самая печальная ситуация, если бы мы какие-то свои выводы делали или с кафедрой вещали непонятное. Нам дано Божье Слово. Это не авторитет проповедников, пастырей, это Божье Слово. И наша надежда стоит на авторитете Божьего Слова. Бог говорит, братья и сестры. Бог это говорит. Вечный Творец Бог Искупитель говорит к нам через Своё Слово. И Павел ставит, что второе утешение, которое мы имеем от Бога, это авторитет Его Слова. Бог говорит. Он не изменяется ни в чём. И об этом также написано в Слове Божьем. Написано о том, что Бог остаётся верным. Мы прочитаем этот текст. Это Титу, послание, первая глава, первый, второй стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящийся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времён. И Павел говорит, почему верующие люди не должны скорбеть, потому что наша надежда не зиждется на размытых непонятных человеческих философиях. Наша надежда стоит на Божьем Слове. Это Бог говорит. И поэтому, братья и сёстры, авторитет Божьего Слова, он где-то должен приводить нас в чувство. Если Бог это обещал, а я уподобляюсь себя людям, которые не имеют надежды, понимаете, в чём речь? это должно как-то больше подействовать в обратном направлении. И я по себе замечал, да, мне жалко, мне скорбно, но у меня есть надежда, которую я готов проповедовать везде. А перед лицом смерти тем более, потому что Христос смертью смерть поправ. Он сверх её с престола, духовную смерть, Он даёт жизнь вечную людям, которые покаялись и примирились с ним. И это всё стоит на авторитете Божьего Слова. И Он говорит, ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы живущие и оставшиеся до пришествия Господня. Не предупредим умерших. Предупредим это не опередим, братья и сестры. То есть первые будут те, кто умер во Христе. Мы потом будем, после них. И это написано в 1 Коринфянам 15 глава 51-53 стих. Говорю вам тайну. Не все мы умрём, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мёртвые воскреснут нетленным. А мы изменимся, ибо тленному сию сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сию сему облечься в бессмертие. Это акты могущества Бога, братья и сестры. Это акты и свидетельства того, что ваша жизнь ничего не стоит, и моя в том числе. Она полностью зависима от Бога. Полностью. Поэтому и сказано, Павел проповедуя говорит, ибо мы им живём, движемся и существуем. То как мне должно жить, когда я понимаю, что я дышу за счёт Бога. Я живу за счёт Бога. И Павел говорит, что мёртвые во Христе воскреснут первыми, братья. Потом мы изменимся во мгновение ока. Это два таких текста написано. Потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божьей сойдёт с неба и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе встреча будет на небесах, не на земле. На облаке и так всегда с Господом будем. Братья и сёстры это как бы кульминация церкви. Кульминация. Это то, когда верующие соединятся со Христом навечно, навсегда. Это вечный союз будет. Вечный союз. И поэтому он говорит утешайте друг друга семи словами. И часто у нас вот в таких критических моментах бывает вот это проявление слабости духовной. Мы можем где-то ну я же говорю мы не можем подавить это в себе. Мы не можем избавиться от скорби, от печали. Нам жалко людей, а тем более когда это наши там нас лично касается. Но Павел говорит, что надежда выше. поэтому тот же Павел говорит, что ни жизнь, ни смерть, ни настоящее, ни будущее не может отлучить нас от любви Божьей. По сути он говорит, что меня со Христом даже смерть не разлучает. Смерть отбирает у меня тело, братья снис. Смерть отбирает у меня тело. Да. А мой дух, моя душа, сам я, мы называем это я, это человек и есть. Мы не верим, что человек это кусок мяса. Мы верим, что человек в высшей степени сложен, потому что в него заложен образ и подобие Божие. Поэтому мы верим, что сам я буду со Христом всегда. Этот союз установлен и он сметает все на своем пути, потому что за нас умер Христос. И конечно, братья и сестры, надежда, то, которую мы имеем, вот мы пришли в церковь, мы уверовали в Иисуса Христа, мы получили эту надежду, вначале мы не так сильно обращали на нее внимание, впоследствии проходя жизнью, бывая часто там на похоронах пожилых верующих или общаясь с ними перед смертью, через опыт мы становимся крепче в надежде, так ведь? Да. Надежда имеет один источник, и это Римлянам 15 глава 13 стих, Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Источник надежды Бог и надежда у всех разные, братья и сестры. Она одна, но уровень надежды человека у всех разный. Кто-то вообще считает, может сказать, придя, выслушав все это, что ты несешь вообще? Какая надежда? Все понятно, вот мы живем, вот нас нету. Но Бог так не говорит. И поэтому мы понимаем, что источником надежды является Дух Святой, братья и сестры, и у надежды есть обогащение. Чтобы через Духа Святого обогатиться надеждой, это значит, что совершая наше духовное служение, проходя с Церковью путем веры и служения и разных испытаний, мы обогащаемся надеждой. Надежда становится богаче, сильнее. Именно такая надежда может утешать. Именно такая надежда может заставить человека двигаться святее, не так глупо, как часто бывает. Именно эта надежда приводит нас в трепет, когда приходит осознание того, что мы пересечем порог смерти. И каждый за себя даст отчет Богу. Верующие дадут отчет за себя, а неверующие погибнут. Так написано, неверующий осужден. Бог положил сына, и это отвергать нельзя. И братья и сестры, мне очень нравится призыв к евреям. Призыв именно Павлу. Он говорит в 6 главе 11-12 стих. Он говорит 6 глава евреям 11-12 стих. желаем 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 чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Он говорит желаем чтобы каждый оказывал ревность до конца. Как мы начали братья и сестры бывают провалы, бывает уныние, бывают периоды скорби, бывает апатия вообще просто. Как тот говорит хоть стреляй. Вот ничего не идет. И он говорит но я желаю чтобы вы оказывали такую же ревность до конца. любили церковь, служили Богу и поклонялись, читали Божье Слово, молились, горели для Бога. И чем больше, тем совершенней будет у вас внутренняя уверенность в том, что мы идем в Божье Царство. И тогда мы братья и сестры станем способны поддержать людей в надежде. тогда мы люди будут видеть это, чем ты живешь на самом деле. Люди будут чувствовать это, что это другой порядок вообще веры. И он говорит совершенная уверенность это уверенность апостола Павла, братья и сестры. Это уверенность апостола Павла, которую он выражает такими словами ибо для меня жизнь Христос. А смерть приобретение. Представляете, что он говорит? Для меня нет смерти приобретения. Я еще пока тут хочу. Ну так ведь? Но он говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. То есть Павел говорит, что я горю желанием уйти отсюда. От этих побоев, проклятий, от этих гонений. Павел прожил страшную жизнь. Макар Артур его сравнивает с человеком, который стоит на Эвересте и дышит разреженным воздухом и стоит там, куда никто добраться не может. И этот человек говорит, смерть приобретение. И это не пафос, это вера. Это убежденность в Боге крайне. И дальше он говорит, ну для меня, я вижу, что это дело мое, которое я делаю, оно угодно Богу и полезно для церкви. Поэтому он говорит, не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. И имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Он говорит, что да, пойти туда, сбросить весь этот груз служения, побоев, предательств, оскорблений, судов, ответов, борьбы с фарисеями, с философами, это лучше, несравненно. Выйти из тела во дворица в господи, но для вас. И поэтому он говорит, и туда хочу, и здесь не могу оставить. Вот такое положение. И это совершенная уверенность надежды. Совершенная. Потому что Бог все, что нам нужно, показал в Писании. Кто так может сказать? Это человек совершенной надежды, который говорит, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Это человек, у которого нету ни капли колебаний в том, что он идет в Божье Царство, где его ждет и результат его служения, и блаженная вечность с Богом. И поэтому такие слова. Поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы не ослабевали в усердии. От этого наша надежда, чтобы она будет набирать, чтобы мы оказывали такую же ревность до конца, чтобы мы учили себя дисциплинировать в отношении Божьего Слова, молитвы, чтобы мы не были размыты, чтобы мы четко понимали, куда идем и где наш дом. Так учит Бог. Говорим это Словом Божьим. Аминь.